Около 2 миллионов тенге именно столько заплатят подсудимые в качестве материальной и моральной компенсации семье погибшего. Итак, сержанта патрульной службы полиции Берека Мурзабекова, фельдшера наркоцентра Саята Сатына и двух санитаров этого же учреждения Фархата Камбетова и Сунгата Тимиргалиева отправили за решетку на длительные сроки. Сотрудники медико-социальной реабилитации получили по 8 лет, полицейские 10 лет. Причиненный материальный вред в пользу председателя Кривенко, Павла, Кривенко, Романа, Кривенко, Татьяну по одной третьей части карты на общую сумму 1 миллион 938 тысяч 280 тенге засекать государственную поршень. Отбывать наказание подсудимые будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кстати, в своем последнем слове они объяснили, что наносили удары задержанному, потому что тот вел себя агрессивно. А еще успели попросить прощения у родных Николая Кривенко. Но, видимо, их слова никак не подействовали близкого человека, им уже не вернуть. При любом наказании они выйдут и будут жить и радоваться жизни. В отличие от нашего ребенка, который никогда уже к нам не придет, и мы его не увидим. И вся его беда заключалась только в том, что он оказался не в том месте и не в тот час. Я не знаю, что мог сделать плохого этот человек. Все, простите, пожалуйста. Процесс без преувеличения получился эмоциональным. Родители подсудимых не скрывали своих чувств. Матери четырех осужденных парней плакали прямо у входа в зал суда. Некоторым родным пришлось даже вызывать бригаду скорой помощи. Моих двоих сыновей осудили. Они были на работе, терпели все. Они ни в чем не виноваты. Напомню, ранее в сеть попало видео на кадрах сотрудники полиции. Центра наркологии и психотерапии избивали мужчину, который после скончался. Инцидент произошел в марте, когда задержанного мужчину полиция доставила в наркоцентр для освидетельствования. Им оказался 29-летний Николай Кривенко. У подсудимых есть две недели, чтобы обжаловать приговор. Анвар Шаликенов, Нурлан Утигенов, телеканал Алматы, Астана.